Дачная амнистия продлена на три года. Сегодня в региональном управлении Росреестра состоялась горячая линия по этой теме. Алло, здравствуйте. Я насчет дачной амнистии хочу вопрос вам задать. Да, пожалуйста. Девушка, вот у нас дача сгорела, осталась баня. Можно ее приватизировать? Да, вы можете зарегистрировать право на нее. А документы у вас на землю какие? На землю у нас земля зарегистрирована, все у нас сделано. Да, вы можете зарегистрировать баню. Для этого нужно будет заполнить декларацию об объекте недвижимости и прийти к нам. В принципе, форму можно даже у нас здесь получить. Жители столицы больше всего интересуют вопрос оформления в собственность земельных участков и частных домов, а также сроки продления дачной амнистии. Законодательство позволяет гражданам по упрощенной форме зарегистрировать свои права на отдельные объекты недвижимости. Земельные участки, жилые дома, дачи и индивидуальные гаражи. При этом нужно предоставить минимальный объем документов. Окончание срока дачной амнистии подстегнуло жителей нашей республики для того, чтобы оформить свои права. Первые за несколько лет показатели по даче на амнистии после стабильного снижения пошли вверх. У нас в 2014 году было оформлено более 16 тысяч прав на объекты недвижимости. Больше всего было оформлено именно на частные дома. Самое главное, по даче на амнистии, чтобы оформить жилой дом, нужно предоставить заявление, написать здесь у нас в управлении Росреестра, паспорт и документ на землю. Помимо продления дачной амнистии, Госдума отодвинула на год и сроки окончания бесплатной приватизации жилья. Но это вовсе не повод откладывать решение этих вопросов на потом. В Росреестре считают, что сейчас самое время все сделать, не торопясь. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.